Приветствую дорогие друзья, мои подписчики. Сегодня мы продолжаем разговаривать об опухолях. Сегодня мы поговорим о механизмах возникновения опухолей. Более детально уже разберем. Также поговорим о защите в организме, как происходит защита в организме, когда не срабатывает эта защита. А уже в следующей лекции поговорим о лечении. Итак, когда к онкологу на прием приходят пациенты, они рассказывают ряд интересных историй. Почему же у них возникает злокачественное новообразование? Если же у пациента со злокачественной опухолью, допустим, желудка, он указывает, что у него в истории был хронический аноцидный гастрит, либо язва, либо полип желудка. Больные же с раком легкого, они указывают обычно, что ранее способствовал возникнанию рака хронический бронхит или бронхоэктазия. Если, допустим, у пациента рак молочной железы, он обычно указывает на фиброаденоматоз, шейки, матки. Если же, или возможно, допустим, если у женщины была проблема рака шейки матки, то до этого были длительные эрозии. Если же у пациента злокачественные рак кожи обнаружили, то, значит, до этого у пациента было какое-то новообразование, допустим, либо бородавка, либо прыщ какой-то, и пациент постоянно расчесывал это место, чесал, либо одежда терлась, и на фоне этого возникло злокачественное новообразование. То есть примеры эти можно приводить бесконечно. Я привел только часть примеров, все их невозможно привести. И лишь только в редких случаях злокачественное новообразование может возникнуть в совершенно здоровых тканях. В основном злокачественное новообразование предшествует какое-то хроническое заболевание. Как можно охарактеризовать опухолевую клетку? Во-первых, опухолевая клетка, она приобретает бессмертие, то есть способность делиться, неограничивая количество раз, в отличие от нормальных клеток человека, у которых есть определенная смертность. Скажем так, сколько живет клетка кожи, например, там нервная клетка, клетка крови и так далее. То есть у каждой клетки есть своя жизнь определенная. А здесь нет, она постоянно делится, растет. Также, во-вторых, есть приобретенная независимость от регуляторных систем организма, способность расти и размножаться независимо от организма. Это тоже такой очень интересный фактор. И организм не может никак повлиять. Организм дает сигнал, а эта клетка, она на нее не реагирует, потому что она автономная. Иногда мутации, произошедшие при возникновении опухолевой клетки, сразу приводят к возникновению злокачественной опухоли. Также бывают такие случаи, что когда в организме зарождается опухоль, она долго может ждать какого-то момента, называется дремлющая опухоль, и потом в какой-то определенный момент, раз, и эта опухоль начинает расти. То есть не все тоже так вот линейно, как говорят ученые. Всегда есть какие-то исключения, некие механизмы, которые могут обходить, и организм может обходить их. И опухоли могут замирать, потом опять расти, либо вообще останавливаться. Как растет опухоль? Сейчас мы разберем механизм. Возникает опухоль примерно 1-2 миллиметра. Сначала она бессосудистая, нет у нее сосуда. Через какое-то время, когда она питается, она диффузна. В эту опухоль проникает питание бессосудистой, так сказать, путь. То есть происходит диффузия. После этого опухоль растет, размножается, постепенно начинают в нее прорастать сосуды. И она уже получает питание от организма. И вот этот вот рост называется у онкологов прогрессией опухоли. Затем опухоль могут достигать больших размеров, прорастать в соседней ткани и их разрушать. В частности, прорастают в стенке сосудов, и клетки опухоли попадают в кровоток. Затем в кровотоке они разносятся по организму, и могут оседать в новых местах, где образуют новый опухолевый узел или метастаз. И так безобидный первичный узелок также может превращаться в злокачественную опухоль. У опухоли есть своя ДНК. Она обладает независимой информацией. И внутри есть все механизмы для роста этой опухоли. Как борется организм с опухолями? В организме человека с опухолями, с раковыми клетками могут бороться тыль-лимфоциты, так называемые. Они захватывают такую клетку, ненужную клетку, и должны ее вывести из организма. Однако под влиянием различных стрессов, когда человек много работает, мало спит, какие-то экологические факторы на него влияют, плохо питается, ведет неправильный образ жизни, сидячий образ жизни и так далее. То есть в совокупности также может все воздействовать. И опухоль может развиваться и размножаться. На каком-то этапе раковая клетка может превращаться в другую, которая совсем не похожа на свою маму. То есть происходит это все, естественно, постепенно. Есть раковые клетки, которые быстрее размножаются, есть раковые клетки, которые медленнее размножаются. У каждой своя генетическая информация, заложенная внутри. И раковая клетка начинает делиться, может защищаться от Т-лимфоцитов. Что происходит? Что происходит? То есть вокруг этой клетки формируется кислый барьер. ПАШ-7-35. И этот Т-лимфоцит, он уже не может в такой кислой среде бороться с этой клеткой. И раковая клетка, она не дает привлизиться ему к себе близко. Т-лимфоциты не могут уничтожать с таким кислым барьером злокачественную клетку. Второе действие этой клетки, когда начинает выбрасывать раковые токсины. Все онкологи об этом знают. Они его называют протеином раковой клетки. И протеин раковой клетки – это яд, который начинает действовать на организм. При этом человек начинает худеть, у человека возникает слабость, снижается гемоглобин, исчезает аппетит, снижается количество лейкоцитов, повышается скорость уседания эритроцитов, это такой неспецифический показатель лабораторной крови. И организм постепенно отравляется, начинает слабеть, и тем временем эти раковые клетки все размножаются и размножаются. Отрываются от основного субстрата, плывут по сосудам. В сосудах есть такие участки, которые называются конъюгационные молекулы, то есть участки, к которым пристают вот эти раковые клетки, и у больного формируются сначала ближайшие, а затем отдаленные метастазы. В каждом нормальном геноме уже имеется готовый механизм для перехода клетки в трансформационное состояние. Очень такая интересная вещь, когда уже внутри организма уже все заложено. То есть если происходит мутация, значит уже есть программа, по которой он мутирует. Для одного заболевания, для другого заболевания и так далее. То есть их там могут быть миллионы, а может и миллиарды. И активация этого механизма зависит от попадания в цель канцерогенных агентов. Каждый день в нашем организме образуются миллионы раковых клеток под влиянием различных факторов, которых я уже перечислил, в том числе и питание неправильно, стресс и так далее. Если вот этот механизм нарушен, то возникает тогда механизм возникновения как раз вот этих злокачественных опухолей. Доброкачественных, злокачественных. Нам самое главное обезопасить свой организм от злокачественных опухолей, так как доброкачественные опухоли, с ними можно бороться, можно отсрочить, удаление, заняться наблюдением, можно вообще ничего не делать, просто наблюдаться у онколога, и уже онколог будет непосредственно наблюдать за ней. Многие считают, что некоторые доброкачественные образования лучше вообще не удалять. существуют такие данные, что при удалении фибром, родинок, попелом, где-то особенно на лице, на шее, происходили изменения судьбы, жизни, и говорят, что даже не в лучшую сторону. То есть это такой, какой-то духовный аспект. если просто взять физику, то нужно удалять только в тех местах, которые либо косметически доставляют неудовлетворение, либо в тех местах, где трет одежда, и постепенно она может натереть. И ни в коем случае, если у вас есть привычка что-то раздирать там на коже где-то, или еще что-то, то тогда, конечно, нужно это все удалять, делать гистологическое исследование, потом идти к врачу, либо к онкологу, либо к косметологу, дерматологи также этим занимаются. Все эти специальности смежные, можете обращаться к любому врачу. Причин? Причин рака очень много различных. Частично я уже в своих предыдущих лекциях затрагивал. Возможно, также и алкоголь, может быть, и курение, о которых я еще не говорил. Различные вредные привычки. Неправильное питание, радиационный фактор, вредные производства, когда человек сталкивается с каким-то химическим производством, дышит неизвестными газами, может быть, в военном, на каких-то секретных объектах. В шахте, например, когда шахтеры работают, попадают угольные пыли в легкие, образуется профессионально заболевание, силикоз называется, постепенно образуется рак легкого. Если еще человек плюс курит еще и так далее, большинство вот этих заболеваний, злокачественных, можно победить. Причем на любых стадиях развития, вплоть до четвертой стадии развития. И в следующих лекциях я буду с вами подробно беседовать по поводу лечения, традиционного лечения, лечения нитриционной медицины, расскажу свои взгляды, реально вылечить, либо нереально вылечить. И, возможно, наверное, через одну лекцию я расскажу про то, как у меня в семье случилось несчастье, что мы делали, как боролись, какие методы я предлагал своей маме и так далее. Думаю, что будет интересно. Сейчас вот в этих предыдущих лекциях я рассказал о механизмах возникновения, попытался зайти с разных сторон, потому что, может быть, кому-то было непонятно в какой-то лекции, какие-то моменты, может быть, я упустил, постарался я все это скомпоновать, уменьшить, чтобы вам было понятно, не лезть недалеко в дебри, потому что я уже говорил, что онкология это такая огромная тема, просто гигантская, не знаю, можно разговаривать бесчетное количество времени. Многие молодые люди сейчас заболевают, раковые заболевания возникают даже у детей. Эти заболевания молодеют и молодеют. Раньше можно встретить было там за 70, за 80 лет, а сейчас там все моложе и моложе. Вот я когда хожу к матери на кладбищу, я вижу, когда люди умирают все в более молодом возрасте, есть такая тенденция, связанная это с питанием в основном. Ну, поговорим об этом уже в следующей лекции. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии в YouTube, на стене ВКонтакте. Всего самого доброго.